Здравствуйте! Азербайджан успешно реализует проекты, связанные с использованием альтернативных источников энергии. Проекты осуществляются в рамках трехступенчатой модели энергетического развития. Инициатором выступает Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии. И сегодня мы говорим об этом с заместителем главы этого агентства Джамиля Меликова. Господин Меликов, благодарим вас за то, что уделяете нам время. Казалось бы, Азербайджан страна, которая богата традиционными источниками энергии. Но сегодня мы видим, что в стране уделяется огромное внимание развитию альтернативных возобновляемых источников энергии. Почему? Самый откровенный ответ на этот вопрос, самый простой и я думаю, что обоснованный ответ на этот вопрос заключается в том, что Азербайджан является энергоэкспортирующей страной. Соответственно, мы экспортируем нефть и газ. И чем больше будет наш потенциал, скажем, по экспорту нефти или газа, тем больше мы сможем, скажем, заработать иностранные валюты, тем больше мы сможем обеспечить безопасность страны в связи с тем, что мы, торгуя этими ресурсами, входим в международные альянсы, входим в международную, скажем, кооперацию. И таким образом мы обеспечиваем Азербайджану довольно много как финансовых доходов, так и, скажем, позитивных отношений со стороны мирового сообщества, Европейского союза, Соединенных Штатов и других стран, которые, скажем, уделяют большое внимание энергетической безопасности во всем мире. Дело в том, что произведенная электроэнергия за счет возобновляемых источников энергии или произведенное тепло за счет солнечных коллекторов или любого другого вида возобновляемой энергии, биоэнергетики или же той же самой, скажем, ветряной энергетики. Это все экономит использование газа внутри страны для получения этих видов энергии. Каждый киловатт-час электроэнергии, который мы используем, он появляется на наших, скажем, сетях у наших конечных пользователей за счет сжигания природного газа в количестве 0,3 кубометра. 1 киловатт-час, 0,3 кубометра газа нет, сжгли. Соответственно, если мы этот киловатт-час получим за счет солнца, за счет ветра, гидроэнергетики и так далее, значит, мы сможем сэкономить с каждого киловатт-часа 0,3 кубометра. И если мы будем производить миллиарды киловатт-часов электроэнергии, потому что в Азербайджане сегодня мы используем более 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, то 10% это будет уже 2 миллиарда, 20% это будет уже 4 миллиарда. А это наши, в принципе, стратегические цели страны — увеличить долю использования возобновляемой энергетики до, соответственно, 20% как минимум до 2020 года. Соответственно, вот эти миллиарды киловатт-часов, помноженные на 0,3 кубометра газа, дают экономию в миллиардов кубических метров газа. Понимаете, вот в этом есть основной резон развития возобновляемой энергетики в Азербайджане. Кроме того, что страна экономит большое количество природного газа, который можно пустить на экспорт. Есть ли еще какие-либо причины? Безусловно, есть. Азербайджан является, скажем, активным участником международных соглашений, конвенций и так далее. Как вы знаете, в конце 2015 года состоялась конференция по изменению климата в Париже, КОП-21, и, скажем, Азербайджан был одним из участников, сторонников тех конвенций, которые были приняты на этой конференции. И в 2016 году, в июне месяце, Азербайджан подписал в Нью-Йорке соглашение по изменению климата, связанное с тем, что Азербайджан сделал на себя обязательство, что к 2030 году количество выбросов, скажем, парниковых газов, в основном в эквиваленте углекислого газа в атмосферу будет снижено на 35 процентов по сравнению с 1990 годом. То есть для всего мира, скажем, начальная точка, от которого ведутся все отчеты квот на выбросы в атмосферу, взятых в 1990 год. И вот с 1990 года по сей день мы должны сократить, ну не по сей день, а с 2030 года должны сократить выбросы на 35 процентов. А это означает, что если в 1990 году Азербайджан выбрасывал порядка 70 миллионов тонн углекислого газа, то в 2030 году мы должны выбрасывать порядка 48 миллионов тонн. Какая цифра на сегодня есть? На сегодня порядка 50 миллионов тонн. Самым важным, скажем, элементом в организации сокращения этих выбросов, конечно, является переход на чистую энергию, переход на населенную энергию, то есть это использование возобновляемых источников энергии. И в принципе вся стратегия государственного агентства по развитию в перспективе, скажем, установленных мощностей в области возобновляемой энергетики, оно базируется на том, что вот нам надо от 51 миллиона тонн углекислый газ сократить до 48 миллионов тонн. Порядка 3-3,5 миллиона тонн, скажем, выбросов мы должны сократить. И это для нас является, скажем, основной целью, которую мы перед собой ставим в долгосрочных прогнозах, в долгосрочном стратегическом планировании. Для этого нам надо увеличить мощности, скажем, станций, использующие возобновляемые источники энергии, от существующих 1250 приблизительно мегаватт до 3500 мегаватт в 30-м году. То есть когда мы дойдем до уровня 3500 мегаватт установленных мощностей за счет ветра, солнца, биоэнергетики и так далее, гидроэнергетики, соответственно, мы сможем вот те 3,5 миллиона тонн, которые сегодня нам надо снизить, скажем, взять на себя эту ответственность за страну и попытаться снизить вот этот показатель. Господин Мельников, какой сегодня удельный вес альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане, в общем, в общей энергосистеме Азербайджана? Ну, я хотел бы сослаться на некоторые цифры, чтобы быть более точным в ответах на этот вопрос. Значит, в Азербайджане сегодня объем установленных мощностей составляет 7939 мегаватт. Из них 15,7%, то есть 1243 мегаватт, это станции, которые используют возобновляемую энергию, это включая большие гидроэлектростанции, малые гидроэлектростанции, ветряные и солнечные станции и так далее. То есть сегодня из общего количества установленных мощностей 15% составляет доля станций, использующих возобновляемые источники энергии. Электростанции, которые работают на возобновляемых источниках энергии, они не могут работать 365 дней и 24 часа в сутки. Они работают определенное количество часов в сутки, это 30% времени от общего количества часов в году. Солнечная система работает порядка 20%, ветер 30%, биоэнергетика может работать 80%, гидроэнергетика работает порядка 60% и так далее. То есть каждый вид возобновляемых источников энергии позволяет использовать эту энергию в течение определенного количества времени в году. Поэтому, несмотря на то, что доля установленных мощностей 15%, но доля произведенной электроэнергии в 2016 году, по данным 2016 года, составила 9,6%. То есть мы произвели за счет возобновляемых источников энергии 2 миллиарда 190 миллионов киловатт-часов электроэнергии. В Азербайджане налажено производство солнечных панелей. Насколько я помню, один из первых клиентов была Германия. Насколько сегодня география клиентской базы расширилась? И есть ли вообще смысл говорить о расширении производственных мощностей? На самом деле, в связи с тем, что в Азербайджане производятся солнечные панели, которые сертифицированы немецкой сертификационной компанией, институтом ТЮФ. Это, скажем, из системы маркировки качества продуктов является наилучшим в мире, в принципе, системой маркировки. Поэтому есть интерес к панелям, которые производятся в Азербайджане, и мы можем их поставлять абсолютно в любую страну мира. Сегодня существуют определенные, скажем, пилотные проекты, где мы используем наши панели. Сегодня существует потребность в наших панелях с таких стран, как Иран, Турция, как минимум. И расширение производства мы видим за счет увеличения заказов именно с соседних стран. Сегодня и Грузия нуждается в наших панелях, и появляются заказы из территории Грузии. Надеюсь, что в дальнейшем география поставки продукции азербайджанского производства в области солнечных панелей будет расширяться. В дорожной и вообще в городской инфраструктуре Азербайджана можно заметить солнечные панели, которые применяются в светофорах и так далее. Есть ли какой-то план по более масштабному внедрению альтернативных возобновляемых источников энергии на бытовом уровне? Солнечные панели, которые вы замечаете в качестве источников питания для дорожных знаков, это, конечно, очень показательный, демонстрационный момент, показывающий, как мы используем солнечные элементы в тех или иных отраслях экономики. Но те лампы, которые мы сегодня используем, использующие солнечную энергию, вы там, к сожалению, солнечные панели не видите. То есть панель является крышей этой лампы, и аккумулятор находится сразу под панелями, а в нижней части этих панелей находятся, скажем, LED-лампочки. И получается вроде фонарик, стандартный обычный фонарик, уличный фонарик, но он носит себе сразу три функции. Там и лампочки, и осветительная система есть, там аккумуляторы есть, там и преобразователи, соответственно, есть солнечные энергии в энергию электрическую, то есть в виде солнечных панелей. Но вот такие лампы, они стали сегодня очень актуальными, выросла потребность к этим лампам в нашей стране. Я говорил, мы уже их реализовали ряд проектов и в Баку, и в Самухе по освещению улиц с помощью этих ламп, даже в Грузии реализовали один проект в этом направлении. На сегодняшний день в рамках того же самого завода, который производит фотоэлектрические панели, там уже готовится оснастка для того, чтобы производить эти лампочки, лампы, фонари на этом заводе. И в ближайшем будущем мы думаем, что запрос и потребление этих ламп практически во всех районах Азербайджана, во всех, скажем, магистральных дорогах и так далее будет очень сильный. То есть мы сегодня уже говорим не просто о расширении производственных мощностей, а и номенклатуры производства. Да, то есть меняется номенклатура, появляются элементы, связанные с использованием солнечных элементов для различных осветительных систем. В первую очередь это уличные фонари будут, в дальнейшем будут использованы специальные фонари парковые, трассовые и так далее, которые сегодня приводятся, пользуются очень большой популярностью в Азербайджане, то есть на расширении наши используют уже эти солнечные фонари. Мы все эти товары будем реализовывать и производить в своих, так сказать, заводах. То есть это наша одна из основных таких линий по развитию индустриализации этого сектора. Господин Меликов, спасибо огромное за ваше время и за очень интересное интервью. А я напомню, мы говорили о реализуемых в стране проектах, связанных с использованием альтернативных и возобновляемых источников энергии, а также в целом о перспективах развития этого направления с заместителем главой Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Джанмилем Меликовым. Всего доброго.